Просто вот флекс, типа я Игорь, я Игорь, черно-белые дни, черно-белый кринж. Доброго времени суток, мои маленькие любители, вокала потяжелее. Вы на канале Friday School, с вами Фауст и у нас новое видео. Всем каналам и школой мы так поняли, что вам очень зашли ностальгические видосы. Точнее один вам зашел, но тем не менее. И был резонный комментарий, кстати, вот он. И действительно, мы вот так вот подумали, а кто помнит, кто такой Игорь Коправа? Лично я-то его хорошо помню, а вот вы помните. Ставь лайк, если помнишь. Собственно, это видео будет о нем и о том тутре, который мы показали вам в предыдущем видео. По, так сказать, про наш 2007 год. Точнее, это вообще 2005 был. Ну да ладно, кого это волнует. Для начала, краткая ремарочка. Во-первых, поставь лайк этому видео. Расскажи о нем друзьям обязательно. Сделай так, чтобы у нас были просмотры на ютубе. Хотя бы от тебя лично. И не забывай про то, что нам нужны роллтоны. Так что на роллтоны вы можете скинуть теперь через Донейт Пей. А теперь, собственно говоря, к делу. Кто такой Игорь Копранов? Это загадка, на которую я сейчас вам дам ответ. А это бывший вокалист Аматри. Ныне вокалист Ауткаст. Человек занимался тем, что вдохновлял молодых нас гроулить. Лично мое знакомство с Аматри вначале не очень хорошо сложилось. Потому что первое, что я услышал, были черно-белые дни. И тогда, в свои 14-13 лет, я подумал, ну какой даун мог написать фразу «Жизнь не значит ничего для меня одного» и хвастаться этой рифмой. Но, собственно, потом не зашло почему-то. А потом опять перестало. А потом опять зашло. Ну, собственно говоря, это происходило от того, что у группы Аматри на тот момент была очень крепкая фан-база, которая везде эту группу пихала. Особенно песнь «Черно-белые дни», которая уже вот тут вот сидела. «Черно-белые дни». «Черно-белый кринж». И сегодня мы с вами, как я и сказал, посмотрим очень старый тутер Игоря Капранова из группы Аматри на тот момент. Где он нас будет учить гроулить. Давайте заценим. Так звучит наше. Привет, меня зовут Игорь, я из группы Аматри. И сегодня я вам расскажу, что такое гроули. Гроули. Честно говоря, вот то, что сейчас Игорь продемонстрировал, из-за качества записи, оно больше похоже на то, как мой пьяный сосед на жену орал, на самом деле. По классике жанра я должен тут остановиться и с чем-то согласиться или не согласиться. Во-первых, я согласен, что Игорь не волшебник, Гарри Поттер волшебник, Игорь нет. Также я согласен с тем, что по щелчку пальца вы этому не научитесь. Естественно, тут нужна практика, нужны учителя. Записывайся на занятия, чмо. Просто-напросто здесь как бы Игорь нам покажет основы. Давайте посмотрим. Несколько лет назад, когда меня пригласили в группу Аматори, я понятия не имел, как же все-таки нужно кричать гроулингом. И, естественно, на первых репетициях я постоянно срывал голос и не мог крикнуть даже одного слова. Вот это, кстати, серьезная правда. Люди того времени, как я уже в прошлом видео сказал, воспринимали все на слух. И поэтому какие-то такие подачи они делали так же на слух. И получалась полная каша. Многие люди лишились так голосов, собственно говоря. Кто-то по сей день продолжает квакать. Да, да. Все время думал, как же многие классные вокалисты могут петь целые песни, играть огромные двухчасовые концерты. Они просто записывались на занятия во Friday School, отвечая. И прекрасно себя чувствовать в плане голоса и продолжать длительные турны. И с течением опыта я понял, что сейчас внимание это является главной основой, первой. Это дыхание. Дыхание обязательно нужно брать снизу живота. Во-первых, мне очень понравилась ставка вот этого, как в том индийском мире. Во-вторых, да, дыхание играет важную роль. Надо брать снизу живота. Это совершенно верно. Давайте посмотрим дальше. То есть нужно опустошить свой сосуд, то есть выдохнуть полностью. Как красиво сказал сосуд. Чтобы у вас освободилось все место и потом глубоко-глубоко вдохнуть. И немножечко напрячь пресс. И таким образом вы возьмете опору, воздушную опору, которая сделает воздушный столб и немножечко поддержит ваши связочки. Такая определенная подушечка. Ну, отчасти он прав. Но опора также и нужна для того, чтобы мы контролировали это самое дыхание. Потому что немало важно иметь запас воздуха. Но также важно этот воздух уметь растрачивать с ума. То есть стараться его как-то выпускать так, чтобы его почти не было. Как он улыбается. Такой типа хитрый, знаете, типа я умею, а вы нет. Чем вы лучше возьмете дыхание, тем больше и длиннее у вас будут фразы. Тем больше вы сможете петь песен на конце. Поправлю, не возьмете, а чем лучше вы будете контролировать дыхание. Блин, я за один тутор посмотрел уже как бы два клипа о Матре. Просто вот флекс, типа я Игорь, я Игорь. А на него самого посмотришь, ты такой молодой, скромненький вообще. Второе, что я выделяю в этой технике, это открытая гортань. Как можно почувствовать открытую гортань? Берешь и открываешь. Обязательно вспомните то ощущение, когда вызываете. Зачем вообще нам открывать гортань? Дело в том, что это определенная трубочка, в которой находятся наши связки. Связки это мышцы, которые при разговоре, так сказать, двигаются и вибрируют. Для того, чтобы нашим связкам было легко двигаться, необходимо нашу гортань раскрыть. Тогда они могут спокойно вибрировать, не травмируют. Второй основой является... Он тут прав, гортань надо раскрывать. Это схоже с ощущениями, когда вызываете. Но также... У вас она должна опускаться. На такого вот голода, как будто бы было. Лайк ставь или уебу, блядь. Дело в том, что, когда вы берете хороший воздух, связочки поддерживаются воздушной подушечкой. Открывая гортань, вы не травмируете их, и связки могут спокойно двигаться. Могут спокойно двигаться и сдавать звук. Да, в принципе, вы их не растягиваете, не ломаете таким образом. У них просто очень много места может оказаться, и создаются вот эти вот вибрации. И третье, очень важное в процессе звукоизвлечения гроулинга, я выделяю как расщепление. Расщепление это определенный хрип, который вы должны найти у себя. То есть это что-то подобное, типа... Расщепление, ну на самом деле он имел в виду штробас. Вот это вот, то, что он показывает... Эээээ... Аааа... Уууууууууууу... Ну, начинать с этого прям губительно. Начните упражнение со штробаса. Ааа... Что-то в этом духе. Гроулинг — это сочетание трех элементов. Хорошего дыхания, открытой гортани и расщепления. Еще магия огня. То есть... Реально орёт, как мой сосед с пьяным. Ну, запись такая. И просто вот такой вот флекс. Вау, 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 вау. Вот это и есть основа, с которыми нужно следовать. В принципе, всё. А вот он кому всё это рассказывал. Всё, обратите внимание, у него даже голос немного на штробасе таком. Не знаю, может быть, это зависит от того, что он не совсем правильно понимает суть гроулинга. Ну, понимал, точнее. Сейчас всё намного получше, если мы ауткаст послушаем. Но, тем не менее, то ли это сипация от такой вот техники, то ли, ну, не знаю, вот, может курит. Дальнейшая история этой женщины неизвестна. Ну, что в итоге можно сказать. В целом, Тутор отчасти полезен, отчасти он несёт немножко скверную и неправильную информацию. То есть... Но это можно списать на то, что Игорь ещё молод достаточно. Вы сами видите, то есть какой он здесь и какие щёчки у него сейчас. Ну, на самом деле, он старается, он пытается. Просто это было время, когда вот такие вот штуки, все экстремовокалы и прочее, они были в новизну как бы. И на месте Игоря я бы сам охерел. Типа, ну, научи людей гроулить что-нибудь, как-нибудь. И человек, у которого всё это с опытом приходило, он, собственно, тут видно, он не вдавался в терминологию как таковую. А если и вдавался, то пока сам учился. И это простительно, что такие какие-то вещи, термины забывать в этом случае. Если ты не собираешься учить кого-то, если ты собираешься просто это использовать. Но, собственно, прошло уже много лет. Но, тем не менее, на экстремальной альтернативной сцене аматоры считались эталоном. И эталон, который рос всё-таки. Я с вами поделился кусочком своего детства. А с вас лайк, подписка. И плюс ещё не забывайте пройти на DonatePay. А на этой весёлой ноте я с вами прощаюсь. Если вам зашёл такой формат видео, обязательно напишите об этом в комментарии. Если не зашёл, опять же, в комментариях оставьте свой след. Всего вам доброго. Учитесь петь правильно. И записывайтесь на занятия во Friday School. Ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok